Гамайонов Сергей Викторович, Чебоксары, Республика Чувашия. Миллион численность населения республики, вот, к сожалению, не приготовил слайды, потому что не знал, в каком формате это будет, но просто для информации, 53 случая в год за прошлый год, 4,6 получилось, 4,3 на 100 тысяч населения заболеваемость. Вроде, кажется, не такие большие цифры, но при этом посмотреть, если сколько всего пациентов с меланомой стоит на учёте, 520 человек на республику. Что смущает, что бросается в глаза. Ранняя диагностика, ранняя выявляемость, всё хорошо, активно рапортуем 88,7%, ранняя меланома. И живём в таком блаженном состоянии, что вроде как молодцы, а дальше показатель одногодичной летальности 23%. А дальше следующий показатель, пятилетний выживаемый 64%. И дальше понимаешь, что, наверное, эти 64% — это и была первичная меланома, ранняя, а всё остальное — это колоссальное количество недодиагностированной запущенной меланомы. И вот, наверное, это то, на что первое надо обратить внимание, где мы недорабатываем, где мы недосматриваем тех пациентов, у которых меланома на самом деле уже не такая ранняя, и где надо что-то доделывать. Второе — это по тестированию, по генетическому. Вроде 53 пациента первичных не так много, но это те, которые только в этом году поставили на учёт. А если те, которые вообще в диспансер заходят, то когда активно начали заниматься, за 2 месяца 22 человека пришло, у которых ещё и до этого была, например, меланома поставлена, они в первичную заболеваемость в этом году не попали. Из 22-х 8 отправили на мутацию, потому что были запущенные формы. Трое с мутацией, двое без мутации, у двоих ждём результатов, результаты ещё не готовы, и одного мутации кит. Что касается с мутацией БИРАВ, всё хорошо. Сейчас с канцергеномом проблем никаких нет. Всё, что не БИРАВ, фактически неразрешимая проблема для регионов. То есть это довольно сложная вещь, о которой тоже, наверное, надо думать, как это организовывать и что с этими пациентами делать. А в плане лечения этих пациентов, вот тоже уже с химиотерапевтами обсуждали, но, наверное, надо смотреть на вклад той таргетной терапии, которую она оказывает и в выживаемость, и в количество ответов. И, например, у нас же есть колоссальное количество пациентов, которые получают одевантную таргетную терапию герцептином. И вклады там несопоставимые с теми вкладами, которые есть от тех препаратов, которые мы сегодня обсуждали. С другой стороны, количество больных просто несопоставимо. Те пациенты, которые с ракомолочной железы, и те пациенты, которые с меланомой. Просто в разы отличаются. И, может быть, есть возможность как-то подумать. У нас же есть программа типа 7-нозологий, когда небольшое количество пациентов с дорогостоящим эффектом, при условии, что это лечение крайне высокоэффективно. Может быть, в этом направлении как-то постараться какую-то целевую программу под этих пациентов организовать. Ну что сказать. Вы же член правления, поэтому предлагайте. Предложили. А? Предложили. Хорошо. Спасибо. Спасибо.